Каждый год 19 января десятки тысяч христиан купаются в ледяной воде, отмечая крещение Господня. А в этом году иностранные студенты решили приобщиться к традиции. В этом году морозы на улице совсем не крещенские, всего минус 10 градусов. Но несмотря на это успеваешь достаточно промерзнуть в очереди. Люди готовы по несколько часов стоять, чтобы окунуться в купель. Для Хильберта Флореса священное купание стало традицией. Уже второй раз юноша ощущает на себе все прелести русской зимы. В этот раз приобщить к православному обычаю студент решил и своих друзей из Южной Америки. С друзьями тоже из Южной Америки, из Колумбии. Хосе, Янджело. Это их первый раз. Но как мы готовили, просто чуть-чуть с водой, на душе холодная вода. Поделитесь вашими впечатлениями. Очень холодно. Одни здесь укрепляют веру, другие – здоровье. Не смогла устоять и колумбийка Анжела Рахас. В этом году девушка впервые увидела снег и ощутила на себе русские морозы. Меня зовут Анжела, и я приехала из Колумбии. Для меня это первый раз. И очень-очень интересно. Очень мне рада спрятаться. Температура воды в Южной стране не выше 12 градусов, в российских купелях не выше 4. От мороза застывают и мышцы, и мысли, порой даже молитва вылетает из головы. Говорят, что самое сложное в крещенских купаниях – это преодолеть перепад температуры. Но этот этап уже пройден, осталось только купание. Сразу после купания горячий чай, теплый плед и второе дыхание оживает тело, и главное – преображается душа. А для иностранных гостей это еще и незабываемое впечатление. Я думаю, для меня это очень интересно, потому что здесь первый раз, и в моей стране не вот эта погода. Это очень интересно, мне нравится, это холодно. Мне очень понравилось, это мой второй раз, но очень интересный опыт. Не знаю, это только здесь, Россия, такой опыт, поэтому если ты Россия, тебе надо вот это сделать. Считается, что моление в ледяной воде – это символ очищения и духовного перерождения. По поверьям, вода смывала грехи и избавляла от скверны. Купание в проруби считается традицией в крещении, но каждый решает это самостоятельно.